Ну и в завершении выпуска ушел из жизни наш земляк, известный художник Михаил Суханов. В память о нем в Люберецком краеведческом музее вывесили несколько картин. Все его работы наполнены особым смыслом. Так, основы его творчества составляли древнерусская и северная тематики. Совсем недавно Михаила Суханова поздравляли со столетием. К нему домой приезжали представители власти и журналисты, чтобы выразить слова благодарности за его труд и творчество, которое он пронес через всю свою жизнь. 1 марта Михаила Суханова не стало, но после себя он оставил многочисленные художественные работы. Тот цикл, который он за 20 с лишним лет создал, посвященный природе и культуре севера, это он отказался, можно сказать, в жизни от всего. Он посещал ежегодно север, многомесячные командировки себе творческие устраивал. В краеведческом музее находятся пять картин художника Михаила Суханова. Его работы связаны с севером, православной тематикой. Есть и древнерусские мотивы. И вот это вот погружение в древнерусскую живопись, оно его так увлекает, что он в конце концов пишет картину «Постижение», где у себя изображает автопортрет своего ног Архангела Михаила. Он ее назвал «Постижение». Изображен тот момент, когда он полностью погружается в мотивы и сюжеты, и образы, и пространство древнерусской живописи. Стать художником, как говорят знакомые Михаила Суханова, он хотел еще с детства. И мечту свою исполнил. Помимо любви к живописи, у него было много интересов. Он дома сидел, писал постоянно рукописи, изучал «Золотое сечение». Я ему с интернета постоянно приносил какие-то из Викопедии записи. Он все это рассчитывал и все изучал. Он всегда интересовался чем-то новым. В 96 лет он меня просил, ноутбук ему принести, хотел изучать. Вот таким останется в памяти и сердцах Михаил Суханов, художник картин с глубоким смыслом. Даниил Михайлов, Мария Антонова, Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.